Баркас Егора Крида в последнее время заплывает конкретно не туда, и рэпер вообще не видит берегов. Если раньше его раскруткой занимался лейбл Тимати, то сейчас музыкант предоставлен самому себе, ну и своему продюсеру. Ребята пытаются сделать жопу Егора в каждой бочке затычкой, поэтому музыкант творит такой бред, на который адекватным людям смотреть мерзко. Впрочем, он уже давно ведет себя как натуральный клоун, так что... Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня мы обсудим ту дичь, которую вытворял Егор Крид. Путь к славе. Уже с самых малых лет будущий певец был приучен к труду и понимал, что никто за него ничего не сделает. Сквозь кровь, пот и слезы музыкант пробивал себе дорогу на большую сцену. Всегда в этой жизни нужно выходить из зоны комфорта, чтобы расти дальше. Только благодаря уникальному таланту и огромной самоотдаче он достиг желаемой цели. Ааа, поверил, ну и бредятина. Ммм, на самом деле история не настолько драматичная, как любит преподносить Егор. Его папаша бизнесмен при деньгах, владеющий крупной фабрикой. Ахренеть, спасибо, папаша! Принц на белом коне заскочил на Блэк Стар и, естественно, всего добился сам. Папочка просто в стороне наблюдал за тем, как у него на глазах растет самостоятельный мужчина. Представьте, вы очень богатый человек, а ваш сын увлекается музыкой. Что мешает вам договориться с только набирающим еще тогда обороты лейблом Блэк Стар о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях? Крит, конечно, говорит иначе. Весь мой город поголовно говорил, что ада за него забашляли, за него все проплатил отец и так далее. Но есть одна несостыковка. Видимо, ребятки сами запутались в своем балабольстве. Пришло от него письмо к нам, что посмотрите мой материал, мы хотели посотрудничать. Блэк Стар вышла на меня и предложила сотрудничество. Ну фиг с ним, попал и попал. А вот что было дальше уже интереснее. За шквары на Блэк Стар. С Тимати у Егора вышла сладкая парочка. Взгляни, как пацанчики флексили на тачке, перекрыв дорогу в самом центре Москвы. После такого перформанса можно билеты в цирк не брать, ведь клоуны выступают бесплатно. Пишешь, пишешь, я не слышу, твоя подруга меня ищет, шкур. Но тут он хотя бы дал концерт, при том бесплатный. А пару лет назад напыщенная звездочка не вышла на сцену в Абу-Даби якобы из-за плохого самочувствия. На самом деле Крис спокойно сидел на террасе отеля и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку и готовиться к выступлению, певец ответил отказом, мотивируя это тем, что не подчиняется жесткому таймингу, и настроение выйти на сцену еще не пришло. За него пришлось отдуваться сначала ведущему Саше Реви, который сам исполнил пару песен, а потом Олегу Газманову. Директор лейбла чуть ли не на коленях извинялся за выходку артиста. Тот самый директор, которому Егор очков и лизовал. Огромное спасибо также генеральному директору лейбла Пашу за то, что, наверное, из этого капризного мальчика, который пришел в возрасте 17 лет, сейчас я могу уже сказать, что у меня приходит осознание и понимание того, что нужно делать. Думаю, с такими же глазами Пашу сидел, когда Егорка отказался выходить на сцену. Как говорится, крид дал, крид взял. Творчество. Придираться к божественным песням Егора не будем, а просто повернем это красивое яблочко гнилой стороной. Сейчас ты поймешь, о чем речь. Многие треки из репертуара артиста красиво связаны у других исполнителей. Плагиат был как во время участия на лейбле, так и после ухода из него. Похож ли этот трек? На этот трек. Можно уйти из Блэкстара, но Блэкстар уже никогда не уйдет из тебя. Ты рись песни, это в крови. Кстати, о крови. О крови из ушей. Ты когда-нибудь слышал лайвы Крида? Это даже лайвами назвать сложно. Везде автотюн, а то и фанера. От живого голоса ничего почти не остается. Особенно мне запал в память будильник в ТЦ. Капец, ну что это? Че он там кряхтел на фоне? Стыд и срам. И в следующем фрагменте вот это вот решил, вот это вот таким вот образом спето и вытянено все. Ну, как бы вы сами все понимаете. Не знаю, кто за нас все решил. У Егора вроде и есть голос, но как будто бы ему впадло напрягаться и петь, как положено настоящим артистам. Была фанера. Блин, пришла на концерт. Разочарован. Но все равно все они. Больше, чем любовь. Но внезапно музыки Егорки стало мало, и он полез в кино. Даже в другой роли чувак продолжает отыгрывать привычный образ. Идеальный мужчина. Бери меня тепленьким. А я не играл. И все, я был с тобой. Кстати, ЧСВ рэпера не выдержала такого шквала критики, и Крис закинул обидку в одном из треков на 17-м независимом. Вижу с Катти Клэпп, полю обзор Бэткомедия. Не могу понять, что так сильно в обиде он. Она говорила, ты плакал на фильме. Ведь сам совсем не идеальный мужчина. Ну и оподливился. Как итог, 50 тысяч дизлайков и... Ну что ты обижаешься? Ну я по-рэперски тебя подколопал с твоего обзора. Если вдруг я тебя задел, брат, извини, честно не хотел. Я даже не знаю, что хуже такая обидчивость или уверенность в своей индивидуальности и в том, что против тебя якобы устраивают заговор. Какого-то хуя видео не загружается в Ютьюбе сейчас. Кто-то явно не хочет, чтобы мои поклонники видели самые лучшие клипы, явно кто-то нам завидует. Продажность. Хлопнуть бургер за Собянина – это для рэперков почти такая же традиция, как захавать Оливье на Новый год. Егор не отстает от трендов. Ты говоришь о том, как же похорошела Москва при Собянине. Слушай, ну это точно не призыв голосования Собянина. Это был именно призыв. Но в отличие от остальных, он это делает от чистого сердца. Никакой политической пропаганды. Слушай, я же не писал голосовать за Сергея Собянина, но даже если бы я так написал бы, то я сказал бы честно. И куда безнародных гивов в инсте? Подпишись на кучу разводил, чтобы получить призрачный шанс на гелик. Топ-предложение. Зато бабла ребята срубили немеренно. Кто подпишется на тех, на кого подписан я сам, получит мой автомобиль, ну или деньги. Подписывайтесь. Каперы и раскрутчики счетов на любой вкус, среди которых братишка Рич Бич Офишал Про, мамкин букмекер Динат Гумеров, от петушиного отделения представлен Санечек Рау ТВ. Также не обошлось без инфо-цыган и волшебников, вроде Лены Блиновской, если хочешь научиться мечтать, и Пети Осипова, если лох. Самовлюбленность. Оцени свою самоуронию по 10-бальной шкале. Ммм, 9, наверное, 9-8. Чистый анекдот года. Глядя на Крида, кажется, что он сам на себя перезергивает. А его помыслы только об одном. Походу, неизлечимый сперматоксикоз. Ты говори волшебную коробку. Ты имеешь в виду мою волшебную палочку? Она только твоя. Вообще, они в ухо мне так смеются, так смеются. Коротенько. А что тебе еще делают в ухо обычно? Я стесняюсь. Ты хочешь достать мой ствол? Да, я стесняюсь. Когда ты видишь сексуальную девушку, ты всегда знаешь, что где-то есть подволок. Вообще, на самом деле, мы должны были с тобой в более интимной обстановке общаться. Пошлость. Звенящая пошлость. Неудивительно, что пасанчика постоянно подкалывают за его попытки казаться альфачом. Егор, я искренне верю в то, что ты не пи***дер. Пора признать, что я не пи***дер. Таких ведь не берут на телек, можешь мне поверить. С этого реально можно только угорать. У Крида все тело в татуировках, вставные зубы и серьги в ушах. Но не торопитесь с выводами. Возможно, Егор Крид просто пират. По крайней мере, никто не удивится, если вдруг окажется, что он любит Ром. Всяких. Вить. Алексеев. Егор привык считать, что он идеален во всем. А если идет критика в его сторону, певец начинает агриться вместо того, чтобы просто подшутить над собой. Так почему ты его не взял заранее? Почему ты не взял мой телефон? Почему ты мне не позвонил и сказал, слушай, Егор, смотри, чувак, у меня к тебе есть претензии. Вот такие-то, такие-то, такие-то. Вот я тебе хочу о них сказать. Зачем ты это выкладываешь? Реально, Егор, что ты творишь? Пошутил бы про свою ориентацию, начал бы проще относиться к этой теме. И все бы тут же отвяли, потому что уже было бы неинтересно. А так у Крида дико горит жопа, и он косплеит Давидыча, указывая другим, как нужно над ним юморить, а как не стоит. Заносчивость. Будучи на гастролях в Нью-Йорке, наш герой встретился с фотографом. Тот напилил ему несколько годных фоток, а в ответ даже не услышал спасибо. Мало того, Крид не удосужился отметить фотографа в качестве автора снимков в инстаграме, высокомерно ответив, я никогда никого не отмечаю. Так это при том, что Крид опоздал на встречу на целых шесть часов. Вот такое отношение к людям. Кстати, к соавторам песен отношения у Егора не лучше. Помнишь хит Сердцеедка? Вот кто настоящий автор. Интересно, что голос Ани Бастон остался на припеве. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Ты играешься в русскую рулетку. Они не любят освещать, что кто-то еще, либо автор, либо соавтор их произведений. И может быть, ну, у меня закрадывается такая мысль, что именно поэтому Special Thanks для меня. Но мы просили, чтобы они поменяли, но вот осталось, как осталось. Было бы символично, если бы на премию Муз ТВ Егор вышел с человеком, который и сочинил трек, и исполнил его. Но наотрез отказался. Я выиграл такую награду, значит, я делаю все правильно. Не гонюсь за трендами, а сам их создаю. При том, что, к примеру, Билан не постеснялся на пару с Аней забрать титул, а Макс Барских смело указал Бастон в качестве соавтора. Но куда этим щеглам до самого Егора Крида? Он как настоящий мужик. Тупо убегает. Меня пригласили на церемонию песня года, там, где автор вместе с артистом получают премию за свой хит. В итоге Егор. Я отказался получать награду со своим автором. Зачем ты так со мной, Егор? А что творится вокруг Крида сейчас? Дикий и мерзкий хайп. Вернее, он сам его создает, подсев на молоденьких тиктокерш. Сначала подцепил Дину Саеву, затем положил глаз на Валю Карнавал. Ах, какая пара. Пи***бол и шмара. Обе истории через некоторое время оборвались, но титры оказались поглеще самого фильма. Подписав видео, женская солидарность рядом, не кисни там. Как тут же отреагировал и сам виновник дожества Егор Крид. От пи***бола и шмары до женской солидарности одна строчка? Как же смешно за этим всем наблюдать. Ну и полетел шквал эмоций по всему интернету. Крид начал ныть про разбитое сердце и панические атаки, которые якобы вернулись к нему спустя много лет. О том, что он больше не верит в любовь. Но через семь или восемь сторис снова поверил. Егор признался, что целиком и полностью посвятил альбом Вали. В общем, пацанчик порвался и решил вылить дерьмо не только через инсту, но и на слушателей своих песен. Пячу под маской лицо, как оба. Ты прячешь под маской себя, карнавал. В том же клипе на песню Пуси Бой Крид решил присыпать соль на рану, намекая на легкодоступность своих бывших. Из нее льет я поседон, она сраздает, но спаси бой. Интересно, что Пуси Бой переводится как баба с цикло, ну или пассивный гей. Красава, найс каминг аут, несмотря на 102 упоминания во всем альбоме того, что он не гей. У Егора, кстати, большой опыт срачи с девушками. В 2016 он перепел песню своей бывшей Нюши, который обвинил ее батю в расставании. Красава, мужик, показал грязное белье на всю страну, еще и поставил Нюшу. Прошло 5 лет, но нифига не изменилось. Чуваку 30, а он занимается такой херней. Я хереваю, в сторис разборки устраивает как малолетка, еще бы на камеру поплакал. Хотя со стороны выглядит как тупая постанова. Но не может он быть настолько инфантильным и тупым, как говорится. Криду ведь не привыкать участвовать в постановочных шоу. На холостяке он устроил не то драму, не то комедию. Все вправду, мы поженимся. Это еб**лась, что ли? Это же шоу. Вот что по итогу спрятано за натянутой улыбкой и пафосным образом. Интересно, какой поворот сюжета нас ждет дальше? Должна же она стать кульминация. А что ты думаешь насчет Егора Крида и того, что он вытворяет в последнее время? Пиши свое мнение в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заходи в наш паблик ВК и телеграм-канал, весь там мы постоянно вместе общаемся, проводим вопросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.